Что можно посмотреть в Санкт-Петербурге за три дня? Выезжаем из столицы в четверг в 22.00. Чтобы под утро пятницы прибыть к месту стоянки Валдай. Точнее, недалеко от Святоозерского монастыря. Каждый водитель ездит по-разному. Мы по GPS не спеша с соблюдением правил дорожного движения. В такой можно ехать. Под утро прибываем к месту стоянки. Место отдыха после ночного пути это Иверский монастырь. Точнее, возле него. Монастырь расположен на Селевицком острове Валдайского озера. Чтобы попасть на остров, в 2004 году начали строить или реконструировать переправу. И восстанавливать сам монастырь. По мере наших визитов в Санкт-Петербург и остановок мы наблюдали, как восстанавливали святую обитель. Нынче в обители звонарей не слышно, а лишь электроника. Здесь можно отдохнуть, пожарить шашлык и сходить посмотреть сам монастырь. Можно искупаться, но вода сильно пахнет тиной. Место тихое, почти никого нет. Мы отправляемся дальше. Проехав через весь Санкт-Петербург, мы останавливаемся в гостинице на Васильевском острове. Виды с острова отличные и до центра города недалеко. Сфинксы на фоне Исаакиевского собора. Благовещенский мост. Вид с набережной лейтенанта Шмидта. Закинув вещи и перекусив, отправляемся покататься на кораблике по Неве, заодно отдохнув от дороги. Экскурсия начинается от памятника Петру Первому, Медный всадник. Рядом на пристани много желающих прокатить по Неве и каналам. Проходим на катере мимо Дворцового моста, Зимнего дворца. Видна Петропавловская крепость. Троицкий мост остается позади. Гид рассказывает историю города. Далее, мимо Летнего сада, поворачиваем и идем по речке Фонтанка. У первого инженерного моста памятник Чижику-Пыжику, самый маленький в городе. Далее, Аничков мост по линии Невского проспекта. Дальше, мосты, мосты и, наконец, поворачиваем с Фонтанки и идем по Крюкову каналу. Возле Никольского сада находятся знаменитые Синемостия. С этой точки на берегу видно семь мостов, но по кругу. Далее, по Крюкову каналу, мимо Мариинского театра, идем до речки Мойка, проходя под мостами. И пришвартовываемся возле Синего моста, самый широкий, 97 метров мост города, на Исаевской площади, возле памятника Николаю Первого. Ночью у нас другая экскурсия, это разводка мостов. В Питере с десяток разводных мостов. Возле нашей гостиницы на Васильевском острове два Благовещенский и Дворцовый. Идем к Дворцовому мосту. Там собирается большинство туристов. Разводка начинается в час 25 ночи. Мост разводят, толпа ликует. Белые ночи в Санкт-Петербурге, это когда ночь состоит лишь из сумерек. Естественное освещение остается довольно высоким. Начинаются белые ночи, по разным мнениям, 25 мая, заканчиваются 1 июля. Видно довольно хорошо. Но пора отдохнуть пару часов и утром в субботу, пока город спит и музеи закрыты, посмотреть то, где нет толпы. У всех предпочтения и желания разные. Нам нравятся мостики через каналы. Если знать город, то легко найти нужный объект. Банковский мост цепной висячий на канале Грибоедова. Привлекателен своими золотыми грифонами. Грифоны, хранители, стражи, кладов. Мост открыт в 1825 году. Пройдясь по набережной канала Грибоедова, на самом крутом изгибе встречается построенный в 1826 году львиный мост. Длина моста 28 метров. Львы по углам моста служат декоративными опорами, которые как бы удерживают мост цепями. Пройдясь дальше, упираемся в набережную Крюкового канала, Пекалов мост. Ориентир колокольня Никольского морского собора возведена в 1758 году. Пекалов мост – точка, откуда видно 7 мостов, но наблюдается больше. Наши мосты надо смотреть по кругу, а, например, в Амстердаме мосты в один ряд и видны только с воды. Далее дворами идем к Исаакевской площади, чтобы посетить главный храм Санкт-Петербурга – Исааковский собор со смотровой площадкой. Экскурсия платная. На колоннаду отдельная плата. Гид рассказывает много интересного. На колоннаде история храма звучит из динамиков. Храм назван в честь Исаакия Далматского. Высота храма – 101 метр. Открыт в 1858 году. В храме проводится служба. После экскурсии есть время до следующей, и мы прогуливаемся по центру города. Александровский сад. Дворцовая площадь. Набережная реки Мойка. И пройдя через трехколенный мост, подходим к собору Воскресения Христова, или Спас на Крови. Храм Спаса на Крови построен в 1907 году на месте, где смертельно ранили 1 марта 1881 года царя Александра II. Храм Спаса на Крови – 9 главы, построен в русском стиле. Высота храма – 81 метр, что говорит о дате ранения царя. В храме проводятся платные экскурсии. За этими воротами находится Михайловский сад со зданиями музеев. Но наше время истекло. Выходные пролетели незаметно. Пора домой, в столицу. Продолжение следует...